В связи с тем, что был широкий разлив водоемов и резкое повышение температуры, то в этом году произошло огромное размножение и распространение комаров, мошек и других насекомых, которые являются водолюбивыми. Комары в этом году у нас представляют большую опасность в том плане, что помимо просто укусов и возникновения аллергической реакции на укус, комары являются распространителем в нашей области такого серьезного заболевания, как гирофилариоз. Это заболевание серьезно в плане клинического протекания заболевания, в плане диагностики и лечения. Комар вместе со слюной внедряют в организм человека личинок. Они в организме развиваются до зрелой особи. Они выглядят такими нитевидными, длиной до 10-30 см, тонкие до 1,5 мм. И локализация этих гельминтов самая разнообразная. Самое неприятное и самое опасное – это их локализация в области глаз. Локализоваться либо на коже век, в параорбитальной области, в стекловидном теле, в конъюнктиве, и приносит очень неприятные болезненные ощущения и страдания пациенту. Клиническим проявлением является, в первую очередь, неприятное ощущение в области глаза, ощущение ползания, жжения, может быть, нарушение зрения, гиперемия кожи. И визуально, поскольку кожа на веках очень тонкая, визуально его даже под кожной клетчаткой можно увидеть. Инкубационный период от 1 месяца до 9 месяцев после укуса. И самым опасным является весенний-летний период. И, к сожалению, основным методом лечения является только хирургический. Профилактика комаринных укусов состоит в том, чтобы нужно выбирать места посещения, которые будут все-таки далеко от водоемов, не заходить в гущу леса, одеваться таким образом, чтобы было максимально прикрыто туловище. И в обязательном порядке необходимо пользоваться репеллентами, которые отпугивают комаров, клещей, москитов, являющимися переносчиками различных инфекций. КОНЕЦ КОНЕЦ